Халлилуйя! Иисус Господь! Однажды один малышик на улице с мамой гулял и увидел меня и сказал, «Мама, мама, смотри, на Аллилуйя идет!» Я так рад, когда меня так называют. Слава Богу! Аллилуйя значит хвала Господу! Иисус Господь! С вами пастор Генри Мадава, и пусть вас Бог благословит! Сегодня у нас очень интересный эфир. Вы знаете, много раз мы попадаем в ситуацию, где мы пытаемся понять, почему Бог меня привел сюда, в эту ситуацию, в эту сражение, в этой битве. Иногда вопрос не касается тебя, вопрос касается территорию. Бог забирает территорию у дьявола через тебя. Желание Господа Бога, чтобы Царство Его было на земле, а Он через нас берет территорию для Его Царства. Очень важно помнить, что мы – Божьи орудия для того, чтобы утвердить Царство Его, правление Его там, где мы. Давайте послушаем эту проповедь. Оно важное настолько, что Бог изменит твою жизнь сегодня. Будем слушать. Сегодня у нас проповедь называется «Когда Бог берет территорию через тебя». Любая территория, которая будет взята для Божьего Царства, это сделается через нас, через кого-то. Мы все – Божьи орудия на то, чтобы брать новую территорию. Бог хотел дать обитованную землю. Это Бог обещал еще Аврааму, что будет обитованная земля. Но чтобы ее взять, ему нужны были люди, которые войдут и возьмут землю. Всегда Бог ищет людей. Библия говорит, Евангелие от Матфея, 6 глава, 10 стих. «Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Заметите, что такое брать территорию для Бога. Это означает, придет туда Божье Царство. И там, где мы говорили, брать для Бога, приходит туда воля Его, как на небе. Заметите, что когда приходит воля Его, как на небе, означает, что да, там пришло, мы взяли территорию для нашего Господа. Это одна из главных наших задач. Он желает, чтобы мы все время брали для Него территорию. Какие территории есть, которые Бог желает, чтобы мы брали? Первая территория. Бог хочет, чтобы в сердцах людей туда пришло Божье Царство. Чтобы воля Божия была сделана в жизни людей. Если в сердца людей Царство Божие пришло, через них и в районе придет Царство Божие, и в город придет Царство Божие, и в страну приходит Царство Божие, и в поколение наше, в любом поколении, это территория, которой Бог желает брать. Поэтому первое, куда Бог желает, чтобы мы завоевывали эти территории, это сердца людей. Бог желает, чтобы все люди были спасены. Второе, Бог желает, чтобы мы завоевывали территорию финансовую и экономическую. Экономическая, финансовая территория. То есть, есть такая территория финансовая, экономическая, которой Бог ожидает, чтобы мы туда принесли правление Божие, воля Божия, Царство Божие. Заметите, Бог не оставил финансовые территории в руки дьявола. Бог желает, чтобы мы туда принесли его правление, даже на уровень страны. Территория медийная. Одна из главных причин, почему нас дерутся в нашей стране, это из-за медиа. Территория, телеканалы, газеты. Они рисуют людей не людьми. Если в медийную территорию туда придет Царство Божие, вы не представляете, какая радость, мир и гармония может быть в стране. Нам нужно, чтобы в медийную территорию туда тоже пришло Божие Царство. Но не только семейную территорию. Заметите, семейная территория важна, потому что в семейной территории там воспитывается следующее поколение. Даже если вам хочется драться, посмотрите на Чада, сидящий рядом, и ради него... Хорошо, все хорошо, можно чай там, кофе попьем. Не потому что, а потому что, если этот увидит ваш драк, представьте, что он это передаст следующему поколению, и передастся следующему поколению, и передастся следующему поколению. Давайте мы будем причиной крепкого следующего поколения. Вы знаете, что львы, кто знает, что такое лев? Львы лучше нас умеют передать силу не следующее поколение. Когда приходит время беременеть левица, там бывает 10 самцов, но вы знаете, как Бог сделал? Они дерутся между собой. И кто имеет право на потомство? Самые сильные. Зачем? Чтобы не дать ход слабости следующему поколению. А мы-то почему-то часто пускаем слабеньку в следующее поколение. Вот важно, чтобы семейная территория была завоевана для Божьего Царства. Бог желает, чтобы все и все что-либо, что Бог вложил в твоем сердце, образовательная территория, важно. Важно понимать, что любое завоевание территории всегда начинается в духе. Скажите, в духе. То есть, если в духе я не завоевал, не поменял ничего в духе, я не смогу физически это увидеть. Все начинается в духе. Оттуда все рождается. Если в духе его нет, то и практически физически я не увижу. Жизнь весьма духовная. И все начинается из невидимого, из духовного мира. Библия говорит, что Бог создал видимое из невидимого. Надо, как христиан, научиться чувствовать себя спокойными, когда мы имеем дело с невидимым. Потому что невидимое – это источник всего видимого, что мы имеем. Вам надо начинать любить невидимое. Потому что все, что Бог делает, оно из невидимого берется. Из невидимого – из невидимого. Поэтому не пугайтесь, когда вам Бог дает задание, а вы не видите, откуда я могу это делать. Это хорошо. Почему? Потому что Бог всегда производит видимое из невидимого. Поэтому, когда ты не видишь, откуда, не переживай. Ты не можешь подумать, как, не переживай. Наш Бог – специалист создать видимое из невидимого. Скажите со мной, аминь. Поэтому новые территории начинаются из духовного, в духе. Заметите, если мы не решили вопрос в духе, мы ничего не решили. И самое первое, что надо в духе номер один, если мы хотим, чтобы новые территории взять, нужно получить от Бога Его указания, обещания, что Он нам говорит. Что Бог указывает. Какое видение мы имеем от Бога. Какое обещание, куда мы идем, какая задача от Бога. Заметите, для того, чтобы взять новую территорию, надо получить поручение от Господа Бога. Многие люди бывают двигаться по направлению эмоций, желания. Как сказала бабушка, это недостаточно для того, чтобы завоевывать новую территорию. В Библии говорит, Иисусу на вин, первая глава, с первого стиха по пяти. Написано так. Бог обращается к Иисусу на вин и говорит, по смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну на вин, служителю Моисееву. Он ему сказал, Моисей, раб мой умер. Итак, встань, перейди через Ерудансей, ты весь народ, и в землю, которую я даю им, сынам израилевым. Заметите, Бог начинает давать ему обещания, направления, куда, какая задача. И он конкретизировал, всякое место, на которое ступят стоп ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. Бог говорит, вам нужно будет ногами топчать, тогда я вам дам. Если ногами вашими вы не дойдете, я вам не дам, но он дает границы. От пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, дальше не надо туда идти, всю землю Хатеев и до Великого моря, к западу солнца будут предели ваши. Бог дал им четкие предели, конкретные. Он не оставил их в каком-то, ну, как выходить, налево или направо? Да, действительно, наверное, были люди, которые не хотели пойти в ту землю, они хотели другую. Ну, какой-то продавец, который, может быть, был в Эфиопии, там торговал, ему это больше понравилось. Иисус Навин, можно мы пойдем не в Хананайскую землю, а в Эфиопскую? Там красивее! Иисус Навин бы сказал, да, возможно, красивее, поедете туда туристами. Но нам Бог дал поручение, Хананайскую. Кто-то будет меня слышать? А может быть, давайте мы пойдем в египерскую землю? Потом, в 21 веке, в египерскую землю, израильчане, поедете отдыхать там туристами. А нам взять землю, поручил Господь, Хананайскую. И мы Хананайскую и возьмем. Поэтому, заметьте, когда мы говорим, что мы в Духе, первое мы получаем от Бога, куда мы идем, какая задача, какие границы, что от нас ожидается. И вот это мы и начнем делать. Например, следующий пункт. Важно, чтобы мы с вами, мы решаем вопросы в Духе. Нужно убрать всякую несвободу. Всякая несвобода должна уходить. Иначе мы не сможем взять территорию для нашего Господа. Вот Библия говорит, Евангелие от Марка, 5 глава, 19-20 стих. Но Иисус не дозволил ему и сказал, иди домой к своим, расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Заметите, Господь Иисус решил взять новую территорию, называемую Десятиграде. Скажите, Десятиграде. Это такой район был. И в этом Десятиграде Господь Иисус решил эту территорию взять, но через одного человека, который был призван на это задание. У Бога был призванный человек для этого задания, который должен был в Десятиграде принести Царство Божие, правление Божие, волю Божию. Но этот человек, который должен был это делать, призвание есть, задание есть, но у него не свобода. Если у тебя не свобода, это не означает, что не призван. Просто тебе нужно помочь расстаться с несвободой и исполнить свое призвание. Если же мы не уберем несвободу, мы будем мечтать, говорить, провозглашать, молиться, поститься, и мы не увидим ту новую территорию. Многие люди, они входят в такое замешательство. Почему? Потому что они когда молятся, они видят, к чему Бог их призывает. Потом начинают шагать. У них такие везде, как будто все с ними воюет. И никак ничего не получается. Они думают, почему, что происходит? Видение, которое ты видишь, это верно. Это Бог. А эти помехи, это тоже реально. Как бы соединять то с этим? Надо убрать препятствия. Как только препятствия уйдут, сразу движение быстрее и легче. Скажите, я человек движения. Скажи, все, что понадобится, чтобы я двигался, я получу. Смотрите, этот человек, у которого есть демоническое влияние в жизни, он не может исполнять то, что надо. Поэтому всякая несвобода мешает взять новые территории. Поэтому христианин должен бороться с любой несвободой как можно сразу, жестко. Потому что это мешает тебе взять новые территории. Есть разные виды несвободы. Вот, Библия говорит, книга числа, 14 глава, 19 по 21 стих. Вот, Бог пришел к Моисею и говорит, Моисей, да, отойди в сторону. Что ты хочешь сделать, Господь? Я хочу уничтожить этот народ. Моисей говорит, о, нет, Господь. Прости грехи их. Если ты убьешь, египтяне услышат и скажут, что вот, Бог не мог везти их в землю, поэтому он их и убил. И смотрите, Бог сказал, Моисей говорит, прости грехи их, 20 стих. И сказал Господь, прощаю по слову Твоему. Но, 21 стих. Простил Господь или нет? Да. Землю увидят? Нет. Получается вот что. Несвобода, которая была у зряльского народа, они роптали, они грешили перед Богом, они готовы были убить Моисея камнями. У каждого было свое разновидность, творчество, демонизированность, было проявление своей греховности. Аж конкуренция называется. Кто хуже, худшую греховность покажет, и кто лучше всех способен это все спрятать. Но израильские народы, они были другие, они не спрятали, они гордились этим, ходили прямо перед людьми. В результате Бог им не дал землю. Признак демонического влияния, который бывает в нашей жизни человека, мешает ему, это неконтролируемые импулсы к чему-то плохому, разрушительному, против которого человек бессилен. То есть, какие-то импулсы, которые приходят, из которых человек, он говорит, я не хочу, я не буду, я не хочу. Идет и делает, хотя не хочет, презирает, против, но не может. Потому что его толкает из невидимого мира. Вот смотрите, как написано к евреям, 3 глава, 6 стих. Это в Новом Завете. Потому что я вам читал из числа, а вы скажете, это Ветхий Завет, пастор. Я беру из Нового Завета. А Христос, как Сын в Доме Его, Дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения, в пустыне. Почему я взял пример пустыни? Потому что это тот пример, который нам дает пасторок евреям, что так не надо, как они. Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. И вот дальше говорится. Посему я вас не негодовал на они и род, и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. И посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Если с несвободой не расстаться, есть вещь, которую Бог тебе показал, есть вещь, которую ты видишь, которая горит в твоем сердце, но она останется мечтою, стремлением, желанием, но в реале не увидишь. Потому что войти в новые территории нужно прежде расстаться с несвободой. Всякая несвобода, мы должны его распознавать, видеть и расстаться с ним. Бог желает, чтобы мы расстались со всякой несвободой. Даже сам Моисей не попал в землю, в которую он ввел народ. Причина. Он пришел в пустыне, Бог ему говорит, ударь камень, ударю. Второй раз укажи на камень. А у него кипит эмоции в это время, понимаете? Они его искушали, ему надоело, он их сохранил в жизни, они все равно его обвиняют. Он говорит, заметьте, неважно, что люди делают с тобой или вокруг тебя, держи себя. Скажи да, аминь. Просто держи себя. И он взял, ударил второй раз. Нельзя было ему. Из-за этого и он свое не попал в землю. Не наследовал землю. Они его провоцировали, да. Но он не исполнил. Поэтому заметьте, важно, чтобы всякая несвобода. Мы должны с несвободой бороться, молиться, поститься, убрать. Потому что если несвобода работает в нашей жизни, как бы мы ни желали, как бы мы ни кричали, как бы ни постились, как бы ни провозглашали, мы не увидим новую территорию, пока несвобода не уйдет. Слава Богу. И я после этого буду молиться за вас. Пастор Генри Мадава, старший пастор Церквей Победа, президент служения Христос для всех городов. Дело жизни пастора Генри – помочь каждому желающему получить спасение через веру в Иисуса Христа и стать целостным для полноценной жизни в обществе. Поэтому служения Христос для всех городов ежегодно проводят в фестивале Иисуса по всему миру. Евангелизационные собрания с исцелением, где Бог спасает тысячи людей и творит много чудес, избавляя людей от тяжелых болезней, освобождая их и восстанавливая разрушенные жизни. На каждом служении в любой стране мира Бог являет свою силу. Эта девушка была глухой с рождения. Ей 23 года. И вот документы, подтверждающие ее инвалидность. Они были на собраниях с первого дня. Вчера сила Божья коснулась ее, и она стала слышать немного. А сегодня она уже может слышать очень хорошо. Также она не могла говорить, произносить какие-либо звуки. Сейчас же она может. Это доказывает, что девушка официально считается человеком с инвалидностью. С рождения она не могла слышать. Это мама. Сколько дочке лет сейчас? 23. Здравствуйте. Вы можете слышать? Хорошо. Хорошо. Да. В возрасте 23 лет ее уши открылись. И вот почему она плачет. Вот почему пришел Иисус. Вот почему Библия есть истина. Вот почему Бог живой. Давайте громко закричим «Аллилуйя!» «Аллилуйя!» Эта юная леди с рождения не видела этим глазом. Этот глаз был слепой. Она не могла видеть. Сейчас глаз открылся. И она может видеть. Она может видеть. Хочу, чтобы вы закрыли этот глаз. Теперь посмотрите на меня. Вы можете меня видеть. Можете идти за мной. Можете меня увидеть. Давайте скажем «Аллилуйя!» Этот слепой глаз прозрел. Иисус прекрасен! Спасибо, Иисус! Пусть Бог благословит вас! Я всегда рад, когда я вижу чудеса. Потому что это говорит о том, что Бог живой. И каждый раз, когда чудеса делаются, Царство Божие приходит, Его присутствие, Его правление. И мы берем территорию для нашего Бога. И я хочу помолиться за вас. Самый первый шаг, чтобы дать территорию Богу, это дать свою жизнь и Господу. Если ты никогда не покаялся, скажи со мной такие слова. Скажи, Отец Небесный, прости меня, все мои грехи. Войди в мое сердце, Иисус. Будь моим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь с этого дня, ты Божья территория. Теперь ты под защитой Божьей и Его охраной. Теперь хочу помолиться за тебя. Послужи, ты там, где болеешь в теле. Господь, благодарю тебя, что наше тело – твоя территория. Поэтому запрещаю болезни и немощи. Говорю тебе о болезни. Уйди. Эта территория не твоя. Она Божья. Поэтому пусть уходят всякие вирусы, всякие бактерии и всякие болезни во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Божья территория. И ты, и я. Давайте мы пойдем и расширим ее. Пусть Бог благословит. Напишите нам. Вы что-то получили от Бога? Сообщите нам. Вы имеете нужды? Позвоните. Мы помолимся за вас. Бог вас да благословит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok